Радио Москвы Воспоминания, вечная классика и неповторимый юмор народного артиста СССР Евгения Яковлевича Местника Добрый вечер, дорогие друзья! Продолжаем знакомиться с очень интересной книжечкой, знаменитой книжечкой Михаила Михайловича Зоченко «Голубая книга». Мы продолжаем знакомиться с рассказами из раздела «О деньгах». Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели и там чего-то такое делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, и разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И, не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать. Хотя и имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, и, то есть, никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, Тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это было чересчур невозможно, крикливая баба. Любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда напрямуюсь и воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. В довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами Выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы он больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные феррикасе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и она, конечно, его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним восемнадцать лет. Правда, они другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы слишком больших скандалов или убийств, это у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившись задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечальное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот, представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворнать, он ослаб вдруг до невозможности. Это не то, чтобы он ногой не мог двинуть. Нет, ногой он мог двинуть. А он ослаб, как бы сказать, душевно. Он затасковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, мечтательный. И все обижался, что неспокойно у них в квартире. Зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут? И затем ногами шаркают. Он все хотел тишины. Ну, прям-таки собрался человек помереть. И даже его на рыбные блюда потянуло. Он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, А в среду Матрена на него насела. Ах, скажите, пожалуйста, зачем, говорит, ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнить? И не хочешь зарабатывать? Она пилит, а он молчит. Пущай, думает, языком треплет. Мне теперь челешительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью. По постели мечется, бредит. А днем лежит ослабший, как сукин сын. И ноги врозь. И все мечтает. И мне бы, говорит, Перед смертью на лоно природы поехать. Посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И вот осталось, может, ему мечтать два дня, Как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна. И ехидным голосом так ему говорит. Ах, помираешь? Говорит. Иван Савич говорит. Да уж, извиняюсь. Помираю. И вы перестанете меня задерживать. Я теперь вышел из вашей власти. Ну, это посмотрим, говорит ему Мотя. Я тебе под лицу не верю. Я, говорит, позову сейчас медика. Пущай медик тебя, дурака, посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, Ты у меня лучше про это не мечтай. И вот зовет она районного медика Из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич Осмотрел и говорит Моти. У него или тиф, Или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет В аккурат вскоре после моего ухода. Вот такие слова Говорит районный медик и уходит. И вот подходит тогда Матрена К Ивану Савичу. Значит, говорит, Ты взаправду помираешь. А я, говорит, между прочим, Не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга, лег И думай, что теперь тебе все возможно врешь. Не дам я тебе под лицо помереть. Иван Савич говорит Это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня. А-а-а, Матрена говорит. Мне на медика наплевать. А я тебе, негодяю, помереть не дам. Ишь ты какой! Богатый сукин сын Нашелся помирать решил. Да откуда у тебя, у подлеца, Деньги, чтоб помереть? Нынче, для примеру, Обмыть покойника, и то денег стоит. Тут добродушная соседка, бабка Анисия, Вперед выступает. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся. И денег я с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело. Обмыть покойника. Матрена говорит. Ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, а гроб? А, например, тележка? А папу? Что я для этой цели Свой гардероб буду продавать? Тьфу, на вас всех. Не дам ему помереть. Пусть чай заработает немного денег, И тогда пусть чай хоть два раза помирает. Как же так, Мотя, Говорит Иван Савич. Очень странные слова. А так, говорит Матрена, Не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Да мне вперед на два месяца оставь. Вот тогда и помирай. Ай, может, попросить у кого? Говорит Иван Савич. Матрена, отвечай. Я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, Помереть не дам. Не дам. И вот до вечера Иван Савич лежал, Словно помер уже. Дыхание у него прерывалось. А вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, Покрехтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, И там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит, Иван Савичу с поправлением здоровья. А Иван Савич говорит ему. Вот, Игнат положенец. Баба помереть мне не дает. Требует, понимаешь, Чтоб я ей денег оставил на два месяца. Где бы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит. Копеек двадцать я тебе могу дать. А остальные валяй, попроси у кого-нибудь. Иван Савич двугрименного, конечно, не взял, А пошел на улицу И от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу И вдруг видит какой-то прохожий, Кидает ему монету на колени. Он как бы подает, Увидев перед собой больного И чересчур ослабевшего человек. Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели, думает, Так обернулось, То надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, В короткое время Действительно, Прохожие накидали ему Порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотела Мотя подсчитать, Не дал. Не тронь, Говорит, Поганами руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал. Опять кряхтел, Оделся И, распялив руки, Вышел на улицу. К ночь вернулся И опять с деньгами. Подсчитал выручку И лег. На третий день тоже. А там и пошло, И пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, Бросил собирать на улице. Тем более, что поправившись, Он уже не имел Такого печального вида, И прохожие сами Перестали ему давать. А когда перестали давать, Он снова приступил К своей профессии. Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрена с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик, Прочитав этот рассказ, усмехнется. Скажет, что науке неизвестны такие факты, И что Матрена ни при чем тут. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты. Однако Иван Савич и по сей час жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицинский, То есть научно. Может, Иван Савич, Выйдя на улицу, Слишком распарился от волнения, Перепрел, И с потом вышла у него болезнь наружу. В общем, Жадная бабенка, Любительница денег, Сохранила благодаря своей жадности Драгоценную жизнь своему супругу. Что является, конечно, весьма редким случаем. А чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, Что благодаря такой жадности Человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла Про одну жадную молошницу, Пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молошницу. Одна симферопольская жительница, Зубной врач О, Вдова по происхождению, Решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время Выйти не так просто. Тем более, если дама интеллигентная, И ей охота видеть Вокруг себя тоже интеллигентного, Созвученного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране Вопрос об интеллигентах Вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, Женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов Нынче немного. То есть есть, конечно. Но все они какие-то такие Или уж женатые, Или уже имеют две-три семьи, Или вообще хворают. Что, конечно, тоже не сахар В супружеской жизни. И вот при такой ситуации Живет в Симферополе водова, Которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко Отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, Далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она, Горюет около года. И рассказывает о своем горе Молошнице. К ней ходила молошница, Молоко приносила. Поскольку муж у ней помер От туберкулеза, Так вот она начала заботиться о себе. Усильно питалась. Она пила молоко По два литра в день. И от этого питания Она прямо распухла И имела здоровье Очень выдающееся. И, наверное, оттого К ней стали заходить в голову Разные легкие воздушные мысли О супружестве. И вот, значит, Она пьет молоко около года, Все больше поправляется, И, между прочим, Имеет дамский обывательский разговор, Со своей молошницей. Неизвестно, С чего у них началось. Неизвестно. Наверное, Она пришла на кухню И разговаривала. Вот, мол, Продукты дорожают, Молоко, дескать, Жидковатое. И вообще Женихов нет. Молошница говорит, Да, Да, мол, Безусловно. Чего-чего? А этого мало. За мной вразь говорит, Зарабатываю подходящее, Все у меня есть, Квартира, Обстановка, Денежата. И сама, Говорит, Я не такой же Мурло. А вот поди же, Поди же, Вторично, Замуж выйти, Буквально не в состоянии. Ну, Прям хоть в газете Печатай. Молошница говорит, Ну, Говорит, Газета, Это не разговор. А чего-нибудь такое Надо, конечно, Придумать. Зубной врач отвечает, Ну, В крайнем случае, Я бы, Говорит, И денег Не пожалела. Дала бы денег Той, Которая меня Познакомит В смысле Брака. Молошница спрашивает, А много ли вы дадите? Да, Говорит врачиха, Несмотря какой Человек Отыщется. Если, Конечно, Он интеллигент И женится, То, Говорит, Червонца Три Я бы дала, Не моргнув глазом. Молошница говорит, Три, Говорит, Это мало? Давайте пять червонцев. Тогда я вам Подиму это дело. У меня, Говорит, Есть На примете Подходящий человек. Да, Маш, Что он не интеллигент, Говорит врачиха. Может, Он крючник. За что я буду давать пять червонцев? Нет, Говорит, Зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, Ну, Тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока Червоница за труды. И вот на этом Они расстаются. А, Надо сказать, У молошницы Ничего такого Не было На примете, Кроме собственного Ее супруга. Но Крупная сумма Ее взволновала. И она начала Прикидывать В своем мозгу Как и чего И как бы ей Попроще Выбить деньги Из рук К этой врачихе. И вот Приходит Она домой И говорит Своему супругу. Вот, Мол, Николаша Чего получается? Можно, Говорит, Рублей пятьдесят Схватить Так себе. Здорово Живешь. Без особых Хлопот И волнений. И, Значит, Рассказывает ему В чему Суть дела. Мол, Чего есть? Она нарочно Познакомит его С этой Разбогатевшей Врачихой. А та С дуру возьмет Да и Отсыплет ей Пять червонцев. И, Говорит, В крайнем случае Николаша, Если она Будет Настаивать, Можно записаться. Можно, Можно. В настоящее время Это не составит Труда. Сегодня ты Распишешься, А завтра Или там Позавтра Обратный ход. А муж Этой Молошницы, Эткой Довольно Красивый Мужчина С устьками. Так И говорит, Очень Отлично. Пожалуйста, Я, Говорит, Все годы Определенно Рад Пятьдесят Рублей Взять Не за что. Другие Ради Такой Суммы Месяц Работает. А тут Такие Пустяки. Ха-ха-ха. Списаться. И вот, Значит, Через Пару Дней Молошница Знакомит Своего Мужа С зубным Врачом. Зубной Врач Сердечно Радуется И без Лишних Слов И Причитаний Уплачивает Молошнице Деньги. Теперь Складывается Такая Ситуация. Муж Молошницы, Этот Известный Трепач С уськами Срочно Записывается С врачихой. Переходит Временно На ее Апартаменты И пока Что Живет Там. Так Он Живет Пять Дней Потом Неделю Потом Десять Дней. Тогда Приходит Молошница. Так Что Говорит Так В чем Же Дело? А? Монтер Говорит Да нет Я Раздумал Вернуться. Я Говорит С этим Врачом Жить Останусь. Мне Тут Как-то Интересней Получается. Тут Правда Он Схлопотал По морде За такое Своё Безобразное Поведение. Но Мнение Своего Не изменил. Так И Остался Жить У Врачихи. А Врачиха Узнав Про Всё Очень Хохотала И Сказала, Что Поскольку Нет Насилия, А Есть Свободный Выбор, То Инцидент Исчерпан. Правда, Молошница Еще Пару Раз Заходила На Квартиру И Дико Скандалила, Требуя Возврата Своего Супруга. Однако Ни черта Хорошего Не вышло. Больше Того Ей Отказали От Места. Не Велели Больше Носить Молока Во избежание Дальнейших Скандалов И Драм. Так За пять Червонцев Скупая И корыстная Молошница Потеряла Своего Красивого Интеллигентного Супруга. И мы Вообще Очень Рады И довольны Что именно Так Произошло. Теперь Эта дура Может На досуге И в полном Одиночестве Подумать Какую Ошибку Она Совершила. Однако Бывает Что Люди И не Совершают Подобных Ошибок И вообще Не слишком Уж Загораются При виде Денег. Тем Не менее Когда Им Деньги Случайно Попадаются В лапы Они Имеют Душевные Волнения И сильные Переживания Не в меньшей Степени Чем Эта дура Баба Молошница Вот Об одном Таком Человеке Которому Попались В руки Деньги Мы И хотим Вам Рассказать И вы Сейчас Увидите Как Влияют Деньги На Симпатичного Человека Новая Глава Называется Трагикомический Рассказ Про человека Выигравшего Деньги Конечно Таких Рассказов В которых Человек Выиграл Скажем Сто Тысяч И С ним После этого Чего-то Такое Случилось И стряслось Таких Рассказов В литературе Существует Конечно До черта Но То Чего Мы Хотим Рассказать По своей Комичности Положений Превосходит Все До сих пор Написанное В этой Области Отметим К тому же Что Все это Голая Правда Вот Представьте Себе Утро Туманный Ленинград Надо Сейчас Идти Трудящимся На работу Вот Сейчас Они Попьют Чайку И Пойдут Гордой Вереницей Но Что Случилось Чей-то Крик Я Извиняюсь Раздается Это В нашей Коммунальной Квартире Раздаются Крик Топот Треск И Разные Возгласы Жильцы Сбегаются На это Место И Видят Вот Что Рабочий Борько Фомин В розовых Почтаниках Шляется По своей Комнате Челюсти У него Трясутся И Лицо Белое Как Глина В одной Руке У него Газета В другой Почтовая Открытка В третьей Руке Его Супруга Держит Талон И Так Она Восклицает Ах Уйдите Все Из комнаты Еще Ничего Не Известно Ах А я Лично Не могу Поверить Что мы С Борей Пять тысяч Выиграли Ах Борько Фомин У которого От волнения С носа Капли Падает Говорит Получаю Открытку С Сберкас Что такое Пардон Выиграл Деньги Жена Говорит Вся моя Жизнь Проходит В сумерках Что-нибудь Удивительное Случилось Этого Не бывает Если же Борько Выиграл Такие Деньги То я Говорит Непременно Знаю Что произойдет Какой-нибудь Такой Благодаря Чему Я Скорее Всего Не увижу Этих Денег Один Жилец Говорит Да Часто Бывает Часто Они Печатают Недосмотревшие Цифры Или Нолики У них Заскакивают И не там Расположены Трудящие Зях И то И то Конечно Не то Выигрывают Тут Приносят Семь Газет Из разных Комнат Все Глядят И проверяют И видят Нету Сомнения Борька Фомин Этот Не представляющий Себя Ничего Особенного Выиграл Пять Тысяч И неизвестно Никому Чего он Сейчас Будет Делать С этими Деньгами Борькин Племянник Живущ Тут же Молодой Мальчишка Лет Семнадцатый Вовка Чучелов Сдающий Экзамен Название Шофера И не Привыкший Еще Давить Людей Говорит Борису Андреевичу Чем Дядя Понапрасну Слова Кричать Побегите Взбер Кассу Если вам Дадут Эти деньги Значит Вы действительно Выиграли Тут Все Начинают Кричать На Бориса Андреевича И вилят Ему Побежать В кассу Его жена По своей Женской Недоверчивости При этом Так Восклицает Сейчас Он у меня Подлец Под травой Сыплется Или его Автобус Зацепит Этого Не бывает Чтобы Я Свободно По пять тысяч Выигрывал Вот Борис Моментально Одевается Бежит И вскоре Возвращается Обратно Белый Как Глина Он говорит Всем присутствующим Ослабевшим Голосом Человека Только что Летавшего В стратосферу Он говорит Да Я Выиграл Пять тысяч Они Они Мне Велели Повстезавтра Прийти За деньгами Они говорят Это в нашем районе Бывает Раз В сто лет Тут Все Поздравляют Бориса Андреевича И велят ему Полежать На кушетке Чтобы Не сорвать Ход организма До получения Денег Жена Говорит Ах Уйдите Уйдите Все Из комнаты Я хочу Строго Подумать Чего Может Случиться Благодаря Чему Мы Не получим Этих Денег Вот Проходит Целый День И Утром Снова Раздаются Крик Топот И грубые Вослицания Все Жильцы Спешат На место Происшествия И видят Вот что Борис Андреевич Лежит В розовых Подштаниках На кушетке Челюсти У него Трясутся И капли Падают С носа Жена Говорит Еще Хорошо Что Его Подлеца У меня В ряды Партии Не приняли Вот бы он Мне конфетку Подложил Жильцы Говорят А что Такое Что Такое Что Такое Да как же Говорит Что Он оказывается У меня Две недели Назад Не дождавшись Выигрыша Стал Как ребенок Рекомендации Себе просить У разных Высших лиц Хорошо Ему не дали Он хотел Вентере Записаться Вот бы Пришлось Наверное Я так думаю Половину Денег Отдать На борьбу С тем И с этим И в Мопер И во все места Один Жилец Говорит Отдавать Не обязательно Но конечно Другие По своей Охоте Оставляют Себе Рублей Шесть На папиросы А все остальное Отдают На строительство Жена Говорит Хорошо Что дураков В партию Не принимают Вот был бы номер Борька Крити Да В чем Речь Раз этого Нету В жизни Все бывает К лучшему Жена Говорит Ах Уйдите Все Из комнаты Я хочу Подумать Чего еще Может случиться На третий день Боря Получил Деньги Сполна Он Со вздохом Отдал Двадцатку На дирижабль А остальные Принес домой И Заперса В комнате На четвертый день Утром Раздаются Крики Воркотня Вопли Топот И грубая Брань Это Борис Андреевич Поругавшись С женой Разводится С ней И теперь Уходит К одной Барышне Такая Жила В другом Конце Коридора Фенечка Такая Белобрысенькая И кажется Из чухонок Но такая Удивительно Миленькая Душечка Тоненькая Как мечта Пуэтов И он Собрал вещи Как раз Переходит К ней И так Про жену Вослицает Ухожу От нее Поскольку Я увидел Всю ее Мелкобуржуазную Сущность Она Меня в такое Героическое Время Подбила Взять заявление И я ей Никогда Этого Не прощу И всякий раз Видя ее Буду непременно Страдать И огорчаться Но я не хочу Ее даром Бросить Я ей дам Рублей Сто Денег И пущая Она Дьявол Не вымешивается В мои Сердечные Дела Жена Говорит Вот так Так Вот так Да Я же вам Говорила Тогда Племянник Вовка Совместно С Борисом Андреевичем Моментально Переносят Вещи К Фенечке И там Весь вечер Празднует Пышный бал На шестой день Снова В квартире Раздаются Крики Возгласы И дамские Слезы Что такое Что такое Пардон Извиняюсь Что случилось Что случилось Ах Это знаете У Бориса Андреевича Сперли Ночью Все Деньги Рисуется Чудовищная Картина Ужаса И Потрясения Сам Борис Андреевич Лежит На кровати С мордой Бледной Как глина Он Шепчет Слова Удивления И Разводит Руками Показывает Этим силу Своего Душевного Страдания Тут же Рядом На ковре Лежит Без памяти Фенечка У нее Украли Туфельки И пальто Тут Узнается Что Борькин Племянник Чучелов Не сдав Еще Экзаменов На шофера И Сейчас Неизвестно Куда Рисуется Картина Подлой Кражей Со стороны Этого Бешеного Родственника Тогда Вдруг Появляется Фенечкин Брат Или Черт Его знает Кто Тоже Кажется Из чухонцев Со Значком ГТО Он Почти Ничего Не говорит И только Ногами Выпихивает Лишних Обитателей Из комнаты Последним Номером Он Выгоняет Борьку Фомина И Бьет Его Врыла За Исковерканную Дамскую Жизнь Плюс Туфельки И Пальто Борька С криками Страдания Мечется По коридору С мордой Вспухшей Как пирог Тогда Его Бывшая Жена Берет Его Под Своё Покровительство И Разрешает Ему Снова Находиться На Её Половине Борька Ложится На Пол В Её Комнате И Страдает Так Что Даже Пришедший Милиционер Привыкший Видеть Всё Чего Бывает Не Может Этого Видеть Борька Говорит Жене Эх Я Сам Не Понимаю Как Я От Вас Ушёл Только Ваша Любовь Завсегда Скрашивала Мои Неимоверные Страдания Я Как В Бреду Жил Три Дня С Этой Белобрысой Чухонкой У Которой Совершенно По делам Сперли Плюшевые Туфли И Пальто И У Которой Брат Я Не Знаю Какой Подлец И Убийца Живых Существ У Меня Была Морока В голове От Этих Всех Дел Я Вам В присутствии Товарища Милиционера Приношу Свои Сердечные Извинения За Все Явления Милиционер Говорит Ах Перестаньте Вы Конючить Моя Душа Буквально Разрывается От этих Слов Я Прошу Вас Замолчать И Говорить То Что Случилось А не То Что Было Я Говорит Составляю Протокол И Не Пишу Поэмы Из Жизни Оборванцев Борька Говорит Тогда Слушайте Фенечка Ночью Спала А я Не помню Зачем-то На минутку Пошел В уборную Наверное Вовка Чучелов Все это Увидел И Взял Из комнаты Эти деньги И эти Вещи Милиционер Записывает Это И уходит Муж Женой Мирится И живут Друг С другом С необыкновенной Любовью Борька С Фенечкой Не раскланивается Она Щеголяет В новых Туфельках Неизвестно Откуда Полученных Фенечкина Сестра Сима С которой Борька Разговорился Сказала Что этот Белобрысый Набивший Ему Морду Отню Не Брат А любовник И этим Все Объясняется Страдания Борьки Прекращаются Он Ходит На работу И там Дает Разные Смелые Обещания Жена Говорит Ну ладно Ладно Что же делать Из тебя Нравится Попроси у кого-нибудь Рекомендацию Ты у меня Тянешься Ко всему Как ребенок Поступай Поступай В партию Вдруг Через две недели Вызывает Борьку В милицию И там Ему сообщают Что в Гаграх На Кавказе Поймали его Племянника Вовку Чучелова Он истратил Четыреста Рублей А остальные Деньги Борька может Моментально Получить Обратно Борька С лицом Бледным Как глина Возвращается Домой У него В руках Деньги И он Садится На кушетку Неохотно Смотрит На всех И не совсем Понимает Что случилось Его жена Говорит Ах уйдите Все из комнаты Еще неизвестно Что будет Эта неизвестность Продолжается Три дня После чего Борис Андреевич Вдруг Моментально С бухты Барахты Женится На Фенечкиной Сестре Симе От счастья Он не ходит На работу Три дня И его выгоняют На полгода Но он на это Плюет И не горюет Он кладет Свои деньги На книжку И эту книжку Носит Теперь На груди На самом Толстом Шпагате Фенечка Говорит Что ей Все это Безразлично А жена Федькина Говорит Вот так Штука И выходит Неожиданно Замуж За знакомого Бывшего Поляка Который Переезжает На ее площадь Как не имеющий Таковой Вот теперь Интересно Что будет Когда Борис Андреевич Поистратится Прочитавший этот рассказ Мы можем вместе С вами Подивиться Удивительным делам И Подивившись Этим делам Давайте С надеждой Подумаем О тех Прекрасных Днях В которые Деньги Не будут иметь Такое Выдающееся Значение Мир ахнет И удивиться Какая Наверное Будет Замечательная Жизнь А нам Подлецам Воспитанным На дряни И безобразии Даже и не понять Как это будет На этом Мы хотели Закончить Наши Рассказы О деньгах С тем Чтобы перейти К рассказам О любви Однако Близость Этого Поэтического Отдела Любовь Позволяет Нам рассказать Еще одну Новеллу В которой Два наших Предмета Деньги И любовь Столкнулись Между собой И вот Что получилось Это рассказ Об одной Богатой И состоятельной Гражданке Которая За деньги Приобрела Себе Любовь Вот как Это было На этом Мы Закончим С вами Сегодня Чтение Замечательной Книги Зощенко Головая Книга И жду Вас У Ваших Приемников До свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова